Порядка 450 работ. Неплохой показатель, красноречиво свидетельствующий о том, что среди молодежи немало неравнодушных к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Свой взгляд на острую тему они передали в рисунках, художественных плакатах и компьютерной графике. Каждый по-разному, но все без исключения весьма талантливы. Тонкая грань между жизнью и смертью, ответственностью и беспечностью, любовью и верностью. Такие серьезные темы раскрывали молодые люди в своих работах. Глубина рассуждений подтверждала тот факт, что подростки владеют информацией об инфекции под названием ВИЧ. Им есть что сказать как своим сверстникам, так и взрослым. Мы видим, что в этом году работ значительно больше. Представлено на конкурс 424 работы. Это значительно больше, чем в прошлом году. 330 работ у нас было предоставлено на конкурс. То есть мы видим, что молодежь не безразлично к этой проблеме, активно участвует, рисует. И в своих рисунках, плакатах хочет показать, какая сегодня проблема ВИЧ-инфекции и что надо сделать, чтобы ее избежать. Каким своим поведением, именно не проводить рискованное поведение, чтобы не заразиться СПИДом. Я нарисовал женщину, это как наподобие ВИЧ, ну в смысле самой болезни, что она тянет его, как бы, погибель. Ты считаешь, нужно ли обращаться к этой проблеме и обращать внимание на нее? Ну, я считаю, нужно. Достаточно высок уровень художественной передачи темы. Некоторые из рисунков и плакатов могли бы стать отличным руководством к действию, напутствием или громким призывом, будучи расположенными на городских рекламных счетах. К слову, этот вопрос выдвинут для дальнейшего рассмотрения. Поводом к встрече с ребятами, участниками смотра конкурса, стало подведение итогов. Высокой оценке удостоили сразу несколько молодых людей из Бреста, Пинска, Жабинки, Барановичского и Кобринского районов. Работал жюри, областной жюри, которое утверждено тоже положением художники, преподаватели высших учебных заведений Брестских, которые вот 8 декабря здесь, они собирались и оценивали эти работы, и определили, кто лучше. Вот они у вас представлены на этом стенде, все работают. Конкурс, посвященный волнующей теме, проводится в области не один год. Как показывает практика, необходимость в таком мероприятии не просто есть, она велика. Молодежь наиболее подвержена угрозе ВИЧ в возрасте от 15 до 29 лет. Инфицировалось порядка 48% среди всех ВИЧ-инфицированных лиц области. Смотр конкурса опасный СПИД, хоть и небольшой, однако существенный шаг на пути к здоровой нации. Из мероприятий направлено на привлечение внимания молодежи к существующей угрозе, повышение информативности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, формирование ответственного поведения и, наконец, толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.